доброго времени суток сегодня у нас очередная охотничья пара их у меня не так много всего три это последняя из них третья пара шесть с половиной на 57 как не трудно догадаться является по сути бесфланцевая версия его является переобжатой гильзой но сделано на основе переобжатой гильзы военного маузера то есть 792 на 57 сохранением длины и так далее шаг в принципе логичный произведено это было в 1893-1994 годах то есть патрон стар еще до конца 19 века один из прогрессивных для своего времени как касательно калибра так и касательно того же бездымная пороха современные пули последствий но оболочечные для тех времен они только-только вот это была новая мода значит у меня гильзы понятное дело современных выпусков то есть сразу скажем что он выпускается до сих пор данный чехословацкого производства сели и била внизу там шли с половиной на 54 а фланцевая версия немецкая фирмы рвс не знаю зачем какой-то красный лак у меня на капсюле присутствует не знаю с какой радости что он делает на коммерческом патроне может это сама и вот такая вот пулька но у меня видите софт-поинт тоже вот если не ошибаюсь она собственно с этого говоря патрона рвс овская тоже пулька но такая немецкая характерная форма явно не значит патрон классический считается для европы классический охотничий он используется но понятное дело как карабинах так и в комбинированном оружии переломном основной его задача это копытные массой до 250 килограмм но с дистанции 150 300 метров то есть по сути для горных охот наверное пригоден что еще про него сказать давайте немножко по пулям пули от 6 примерно до 10 грамм массой от 6 до 10 и 3 там до 10 4 грамма значит начальной скорости от 750 до 1000 метров в секунду там ну ты еще с хвостиком с небольшим энергетика где-то от двух примерно 700 до 3 300 тысяч джоу соответственно хорошая баллистика калибр маленькие траектория настильная хорошая точность кучность вот и приличная энергетика особо про него что сказать понятно что может и для варментина в каком-то смысле используется но в европе это не особо популярный вид охоты насколько известно и оружие под него если карабины относительно недорогое потому что по сути только ствол меняется по отношению к маузеру ну то есть понятно на маузеровских системах много чего построено и как бы уже стандарт такой весьма распространенная ну и соответственно долгую жизнь этот боеприпас прожил и продолжает жить вот ему больше как бы 120 лет уже но тем не менее продолжает использоваться работает в европа в этом отношении более как бы так сказать традиционно более экономная по отношению может быть к америке потому что нет надобности вводить новый боеприпас его и не вводят ну вот как-то так ну на этом наверное все всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности